Между Узбекистаном и Казахстаном отныне не должно возникать никаких либо пограничных проблем. Президент Узбекистана накануне подписал закон о ратификации договора о демаркации узбекско-казахстанской госграницы. К этому дню страны шли почти 20 лет. Но о том, какие работы велись в этом направлении, расскажет наша коллега из Узбекистана Борчиной Мусалям. К нам подключается. Здравствуй, Борчиной. Здравствуйте, студия. На днях президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев подписал закон о ратификации договора о демаркации узбекско-казахстанской госграницы. Переговоры по этому поводу начались еще в 2003 году. Полевые работы по установке пограничных знаков на местности продолжались с 2004 по 2021 годы. За прошедшие 19 лет состоялось 100 заседаний совместной демаркационной комиссии и 34 встречи совместной демаркационной рабочей группы. На линии границы установлен 1300 пограничных знаков. Итоги демаркации отражены в документах объемом более 8000 страниц. И вот, наконец-то, отныне между Узбекистаном и Казахстаном не может быть пограничных проблем. Делимитация границ – это не только политический шаг, но и рост экономического сотрудничества, развитие приграничной торговли. До этого анализ состояния межгосударственной практики в Центральной Азии показывал, что наряду с распределением водно-энергетических ресурсов, расширением афганского кризиса и противодействием современным вызовам безопасности одной из наиболее актуальных международно-правовых проблем, препятствующей созданию необходимых условий для взаимовыгодного сотрудничества, в регионе оставались неурегулированность пограничных и территориальных вопросов. По мнению экспертов, среди обстоятельств, способствующих делимитации и демаркации государственных границ Центральной Азии, можно выделить три основных фактора. Это, прежде всего, сам факт образования в регионе самостоятельных субъектов международного права новых независимых государств. Второе обстоятельство связано с проявлением трансграничных угроз, делающих границы Центральной Азии уязвимыми. Практически все совместные межправительственные комиссии по делимитации границ создавались именно в тот период, когда произошли известные боткенские, сарясийские и бостонлыгские события. Это 1999 и 2000 годы. Обострение обстановки диктовало необходимость укрепления государственных границ, что, несомненно, было связано с договорно-правовым определением их статуса. Третий фактор связан с предотвращением территориальных споров, правовым урегулированием статуса арендованных земель, обеспечением связи анклавов с материком и другие факторы. И вот на днях Мерзиоев подписал закон о ратификации договора о демаркации узбекско-казахстанской госграницы. А ранее, 23 июня, на прошедшем пленарном заседании Сената Оли Маджлис Узбекистана, был рассмотрен данный закон о ратификации договора между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы. Документ был подписан Шавкатом Мерзиоевым и президентом Казахстана Касым Джамартом Такаевым 21 декабря 2022 года в ходе его государственного визита в Узбекистан. Согласно договору, притяженность демаркированной линии государственной границы между странами составляет 2356 километров, 666 метров, и она стала на 5 километров длиннее. Договором полностью завершена работа по определению узбекско-казахстанской государственной границы, и тем самым созданы важнейшие предпосылки для обеспечения ее безопасности и неприкосновенности. При проведении демаркации на протяжении последних 19 лет было приведено уточнение линий государственной границы на местности с учетом интересов местного населения с обеих сторон, с учетом интересов удобства для охраны границы, для пограничной службы и с учетом других реалий. Что это означало на практике? Это означало, что граница Казахстана стала, как я уже сказала, на 5 километров длиннее за счет того, что она стала, так скажем, содержать больше изгибов. Это было сделано для того, чтобы обеспечить максимальное удобство для граждан. К примеру, при делимитации линия границы была проведена по карте, и при демаркации выясняется, что на этом месте изменилось русло реки. Узбекистан с Казахстаном объединяют две реки, это Сырдарья и Келес. Конечно же, меняется русло, и, естественно, меняются наносные островки. И границы традиционно проводятся по формату реки. И, как отметил в свое время президент Узбекистана Шавкат Мерзиоев, договор о демаркации послужит делу мира и безопасности в регионе. И, как он еще подчеркнул, что наша граница всегда была и остается границей дружбы и добрососедства. У меня все. Передаю вам слово. Спасибо. Спасибо вам большое. Я напомню, к нам подключалась Борчиной Мусалям Казы из Узбекистана. Продолжение следует...